Субсидиарная ответственность 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 Верховный суд сказал о том, что Сам по себе статус контролирующего Лица еще не означает Автоматическое привлечение Субсидиарной ответственности Необходимо выполнение Целого ряда условий Общие условия ответственности Предполагают ответ на следующие Вопросы Голосовал ли член совета директоров Было ли решение, за которое Он проголосовал правомерно Третье Повлекло ли это решение И его реализация на практике Причинение убытков Должнику и его кредиторам И при этом важно Соотнести масштаб Размер этих убытков С масштабом деятельности компании Были ли эти убытки критичными Или это обычные убытки Которые не повлекли банкротство компании Помимо этого Верховный суд предложил Учитывать ряд дополнительных условий Первое условие Насколько член совета директоров Вовлечен в управление компанией Иными словами Может ли он оказывать существенное влияние На принятие решений Второе условие Был ли член совета директоров Инициатором принятия решения Рассмотрения какого-то вопроса На заседании члена совета директоров И третий крайне важный момент Это извлек ли член совета директоров Выгоду, в том числе потенциальную От решения, за которое он голосовал Иными словами Не каждый проголосовавший За член совета директоров Подлежит автоматическому Привлечению к субсидиарной ответственности Еще одним очень важным фактором Влияющим на оценку виновности Члена совета директоров Является разумность тех решений За которые он голосовал Согласитесь Сложно привлечь к субсидиарной ответственности За одобрение невыгодной сделки Если член совета директоров Полагался на заключение оценщиков Заключение профильных специалистов Которые позволяли предположить Что сделка является выгодной Законной экономически обоснованной Напротив Если член совета директоров Имел доступ к негативным данным О контрагенте Был информирован о заведомо Убыточных условиях сделки Он может быть привлечен К субсидиарной ответственности Отсюда вывод Голосовать за нужно только при наличии Документального подтверждения Законности и экономической обоснованности сделки Необходимо отметить Что если член совета директоров Обладает также признаками Иных категорий контролирующих лиц То его ответственность может усилиться Или наступить исключительно В силу наличия этих иных признаков К их числу относятся Например, обладание Пятьюдесятью и более процентами Долей акций в обществе Извлечение выгоды Из неправомерных действий Контролирующих компанию лиц Иными словами Остается подвести итог Субсидиарная ответственность Члена совета директоров Возможно Она может наступить даже Через десять лет И поэтому мы рекомендуем Вести личный деловой архив Всех документов Связанных с вашим участием В работе совета директоров Поскольку суды слезам не верят И этот архив Может стать для вас Опорой вашей защиты В случае если к вам Будут предъявлены Соответствующие требования Ну а я вам желаю Удачи Надежных консультантов И никаких банкротств Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...